Душица Душица это многолетнее травянистое растение семейства губоцветных, высотой до 19 см, с сильно ветвистым корневищем. Обладает приятным запахом, напоминающим запах чабреца. Стебель прямой, четырехграны, мягковолосистый, вверху разветвленный. Листья черешковые, суперативные, продолговатые, если видные, темно-зеленые, с просвечивающимися железками. Цветки мелкие, душистые, красновато-лиловые или розовато-лиловые. Собраны на концах ветвей, щитковидно-бетельчатое соцветие. Плод состоит из четырех голых, коричневых или бурых орешков, сидящих в чашечке. Цветет с июля по август, плоды созревают в августе-сентябре. Душица размножается семенами и вегетативным путем. Душица широко распространена в европейской части СНГ, на Кавказе, Западной и Средней Сибири, Средней Азии и Казахстане. Растет обычно группами из нескольких растений на супещаных, суглинистых, сухих и свежих почвах, хвойных и смешанных лесах, а также на их опушках, полянах и вырубках. Душица также имеет следующие названия. Душица лесная, ладанка, челолю, боровая костоломная трава, материнка, душмянка, зеновка, мята лесная, матрешка, духовой цвет. Дорогие подписчики и гости канала, поддержите видеоролик лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, который выйдет уже совсем скоро. А теперь продолжим. На сегодняшний день чаще всего используется душица обыкновенная, или же ореганум вульгаре. Между тем, есть еще довольно много видов душица, всего около 55 видов. Здесь будут перечислены наиболее известные, а именно, ореганум анитес, или же турецкий орегано. Прянос растет в основном, как видно из названия, в Турции, однако встречается также и в Греции. Ореганум хераклеотикум, известна как греческая душица, предпочитает высокогорные почвы. Ореганум майорана. Знакомый нам всем майоран. Менее распространен по причине своей исключительной теплолюбивости. Ореганум суреакум. Затар, или сирийская душица. Является основой приправы, носящей то же имя. Ореганум веренус, или же сицилийская душица. Ореганум диктамнус, диктамнон, или критская душица. Ее использовал в лечении больных сам Гиппократ. Что касается заготовки, то сбор лекарственных растений производит лучше всего во время цветения, когда в них содержится максимальное количество полезных веществ. Например, у душицы обыкновенной это июль-август. Всего несколько недель. Важно быть внимательными и не пропустить это время. У душицы обыкновенной в качестве сырья заготавливают верхушки стебли со цветами. Длина сорванного растения составляет 15-20 см. Если же вы собираете траву для сушки, то ее нужно сушить сразу же после сбора, чтобы в ней сохранилось как можно больше полезных микроэлементов. Для этой цели нужно выбрать обязательно темное и хорошо проветриваемое помещение. Отлично подойдет чердак, чистый сарай или просто затемненный навес. Растения нужно связать в небольшие пучки и разлететь на расстоянии друг от друга. Или же разложить на ткани тонким слоем. Для просушивания потребуется несколько дней. Также можно воспользоваться электрической сушилкой. Только вот установленная температура не должна превышать 30 градусов. Трава считается готовой к хранению, когда и стебельки будут сухими и легко ломаются. Хотелось бы также отметить, что лучше сразу отделить ее от грубых частей. Оставить только цветочки, листики и молодые веточки. Затем ее можно протереть через крупное металлическое сито. Или же попросту растереть в ладонях. Хранить сушеную траву в герметично закрытых стеклянных банках или картонных коробках. Что касается срока хранения травки, то ее можно хранить в течение года после заготовки. Порошок же может храниться до 3 лет. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш видеоролик. В следующем выпуске я расскажу о химическом составе душицы. Так что не пропустите. Пока!